С добрым утром, мои хорошие! Вы посмотрите, какая погода сегодня! Боже мой! Солнечно, ну, чуть-чуть ветрено. Надеюсь, мы всё-таки дождёмся весну. Дождёмся. Господи, как же хочется тепла! Очень хочется тепла. Очень. Наступило утро. Борис Сергеевич ушёл на работу. А я сейчас хочу приготовить бутерброды. И приготовить их хочу в печке, которую прислала Настя. Они совершенно простые. Вот совершенно простые. Но на даче очень часто мы любим их готовить. Потому что они действительно простые. Как говорится, прям на скорую руку. Ну, скорее просто некуда. Скорее можно только сырьём съесть, и всё. Сейчас я вам покажу. Во-первых, сейчас я притащу печку. Поставлю её вот сюда. Вот на это место. Ну, она только здесь уместится. И мы с вами опробуем печку Насти на моих коронных бутербродах. Кто-то скажет, ой, фигня! Будто это разве бутерброды? Их надо разве показывать? Такие простые! Они абсолютно простые. Кроме хлеба, масла и сыра, ну, любого. Российского, эдам, атлет. Больше ничего не надо. Но они запекаются и становятся очень-очень вкусными. Просто обалдеть! Очень вкусные! А ещё сделаем, ну, мой любимый кофе. А кто хочет, может попробовать сделать такие бутерброды и попить с чаем. Наступило утро. Всем-всем доброе утро! Будем завтракать! Так, ну вот, я притащила печку. Поставила её сюда. Эта печка предназначается для дачи. Дома она жить не будет. Я мечтала о такой печке, чтобы она появилась у меня на даче. Так, конечно, эта печка не для того, чтобы готовить такие бутерброды. Так, шнур не дотягивается. Придётся нам сделать вот так. Так. Придётся убрать коврик, потому что шнур не дотягивается. Так. Вот так. Теперь дотягивается. Всё. Сейчас я её помою. И мы с вами попробуем приготовить в ней мои бутербродики. Ну всё, любую технику надо сначала мыть. Так. Закрываем. Печку я помыла. Потом мы с вами вытерли от влаги. Так. Вставляем его внутрь. И закрываем. Так. Ну всё. Ой. Оставляет следы на столе. Так. Так. Что мы теперь делаем? Теперь мы достаём. Для моих бутербродиков потребуется. Я сделаю три кусочка хлеба. Позвонила Алла и прервала наш с вами рецепт, ребята. Значит так. Что мне нужно для моих бутербродиков? Я не претендую ни на рецепт, ни на что. Просто я себе так их делаю. И мне они очень-очень нравятся. Значит так. Ну что, будем готовить на плите, чтобы вам была видна и печка, и что я делаю. Так. Берём три нарезанных кусочка хлебушка. Так. Вот сюда сдвинусь, а то не видно. Так. Три нарезанных кусочка хлебушка. Беру масло сливочное. В маслёночку ещё не положила. Только принесли. Подтаяла. Достала из холодильника. Будем так. Из пачки. Как говорится, по-рабоче-крестьянски. Так. Берём ножик. Немножечко маслица. Прям вот, вы знаете, совсем чуть-чуть на каждый кусочек. Вот на каждый кусочек. Вот тут я половинку сделаю. Здесь тоже половинку. Так. Слегка. Вот слегка просто. Раз. Вот так размазали. Ну, вы делали, может быть, наверняка. Может быть, зря я показываю. Но я показываю ради того, чтобы испытать печку. Делает ли она мои любимые бутерброды. Вот так намазала. Совсем чуть-чуть. Я говорю, чисто-чисто символически. И это тоже размазываем чисто символически. Так. И на третий кусочек. Тоже чуть-чуть. Вот, совсем чуть-чуть. Так. Размазали. Убираем масло. Берём сыр. У меня российский. Мама у меня не любит. Я купила ей, но она не любит уже порезанные. Любит, чтобы было одним куском. Значит, будем пользоваться мы с вами. Так, достаём один кусочек. Много сыра сюда тоже не надо. Потому что он должен расплавиться. Кладём кусочек. Так. Разрезаем его напополам. Кладём на другой кусочек хлебушка. И ещё достаём кусочек. Ой, мам, дорогая. Он тут, смотрите, листиками разделён. Ну, какие молодцы. А я-то думаю, как я буду доставать. А вот так я буду доставать. Так. И ещё один кусочек кладём на третий. Отрезаем. Вот так. Убираем. Накрываем, чтобы не сох. Закрываем. Так. Теперь я включаю печку. Включила. Нагрев делаем сверху, чтобы у нас зажарился и расплавился только здесь сыр. Ставим температуру. Так. Я ставлю 250 градусов. И что? Ну-кася. И ничего. А-а-а! Понятно. Берём наш противень. Кладём бутерброды. Бутерброды, бутерброды. Как угодно. Вставляем. Вставляем. И ставим время. Время я выставляю. 5 минут. Вот так. Закрываем. Не пойму, горит огонёк или не горит. Всё. Я вроде выставила. Вроде огонёк горит, ребят. Сейчас посмотрим. 5 минут. Это вот так. Ну всё. Ждём. Посмотрим. Я не пойму. Греется она, не греется. Ой, греется. Всё, ребята, греется. Ну всё, ждём. Ещё раз огромное спасибо, Настя, тебе за такую печку. Сейчас посмотрим, как она приготовит мои любимые бутерброды. Потому что я их готовила уже очень-очень давно. И в аэрогриле. Но аэрогриль я отдала Аллочке, потому что у неё плиты нет. Она готовит в двух мультиварках. Я мультиварки не люблю. Ну, я просто к ним не приспособилась, наверное. Вот. Аллочка купит себе плиту обязательно после того, как сделает ремонт кухни. Потому что они собираются делать ремонт кухни. Вот. Ну, а я свои бутерброды буду делать вот в этой красавице. Неожиданно, конечно, вчера вот так всё получилось. Выбирала я по листочку себе печку маленькую. Я представляю, если бы я её заказала, ребят. Вот было бы смеху, да? Пришла бы распаковала. А тут вот такая печь. Давайте, вот здесь, смотрите, стекло есть. Давайте посмотрим, что там происходит. Ну, хоть ещё и мало времени прошло. И печка не нагрелась. Наверное, её нужно было нагреть сначала. Но ваша тётя Люба Тарапыга... Так. Ой, ничего не видно. А, вот видно, видно. Вот они готовятся. На кухне у меня, конечно, места нет для этой печки. Но я и хотела её приобрести тоже для того, чтобы готовить на даче. Потому что на даче только верхняя плита есть газовая. Там духовки нет. А очень часто хочется приготовить что-нибудь, вы знаете, такое вот особенное. Что-нибудь испечь. Пирожки на кефире, например, я пеку. Они у меня хорошо получаются. Вот, ту же пиццу хочется сделать. Хотя сейчас я уже научилась делать пиццу на сковороде. Мы с вами попробовали. Но это не пицца, это пирог. Вот. Хотела я сегодня сделать, знаете, что? Хачапури. Сырную такую лепёшку. Прислали мне хороший рецепт. Но пока не могу этого сделать, потому что Алла, как из одного места на лыжах, собирается на дачу. Сейчас она мне должна ко мне заехать, привезти мне книги из лабиринта, которые мы заказали для тёти Вали. Тётя Валя очень хотела книжку о Святом Луке. И нашли в лабиринте книгу как раз жизнеописание Святого Луки. Он сам писал. Сам писал эту книгу. Тётя Валя будет, конечно, рада. Поэтому сегодня я должна встретить Аллу. Женю я ей пока не отдам, потому что вчера Борис сказал, нет-нет-нет, погода ужасная. Женю я не отдам. Пусть Женя остаётся дома. Вот Женя нежится на солнышке. Женю Борис потом привезёт на дачу Аллочки на майские праздники. Ну, если получится, если получится, если мама будет себя с тётей хорошо чувствовать, на майские праздники, может быть, я тоже поеду на дачу вместе с Борисом. Ну и Женю тогда отвезём, потому что, ну чё, сейчас холодно, ноги мыть, воду надо греть Жене, а она будет бегать по участку. Она же не понимает. Так, ребята, вроде как печка отключилась, но для этих бутербродов, в то время, что я поставила 5 минут, мало, было так в аэрогриле. Значит, ставим побольше. И будем ждать, потому что вот сыр начал только-только расплавляться, а он нужно, чтобы нам поджарился. Давайте мы поставим побольше, вот я поставила 30, но это, я думаю, не 30 минут всё-таки. Надо под каждую печку подстраиваться. Ну, сейчас посмотрим, что у нас с вами там получится. Должны зажариться сверху. Ну и вот, ноги Жене надо мыть. Она будет везде бегать, она будет везде лезть. Воды горячей нет. Воду надо будет натаскать из колодца. Так что Женю пока не отправим. Конечно, с Женей там спокойно. Слух у неё идеальный. Причём, знаете, так интересно, она не реагирует на то, когда... Ну, вот тент, например, да, колышется. Вот такие вот звуки. Хоть в доме и не слышно, но Женька всё слышит. Женька реагирует только тогда, когда на крыльцо приходит кот. Или когда по участку кто-то ходит. Или когда в калитку кто-то стучит. Вот тут она начинает лаять. То есть попусту Женька у нас никогда не лает. Вот просто никогда. Всегда реагирует на человека, который ходит по участку. Вот или там движение какое-то на участке происходит. Не просто там, я не знаю, крыша вздохнула, на крышу что-то упало. Женя на это не реагирует. Она может поднять голову, прислушаться, нахмуриться, но не больше. Вот. Ну, для этой цели, конечно, Али надо было бы отдать Женю. Но Борис Сергеевич вчера сказал, я своего ребёнка не отдам в такую погоду. Ну, не отдаст, не отдаст. Я против тоже не буду. Пусть Женя побудет лишнюю неделечку здесь. Так что вот так. А сейчас ждём. Пусть готовится путербродики. Посмотрим, какие они получатся. Вот что хотела ещё сказать. Девочки, кто вяжет шаль, я проверила. Да и мне и в сообщениях написали, что ссылочка под видео на описание шали не работает. Я сегодня посмотрела, проверила и заменила ссылочку. Посмотрела, да, действительно, она почему-то не работает. Сначала она работала, а сейчас почему-то не работает. Зашла на сафари и сделала новую ссылочку. Поэтому, кто хочет вязать, ну, смело жмите на ссылочку, увидите описание и распечатывайте. Сохраняйте себе и распечатывайте. Печка попахивает, видимо, потому что новая. О, бутерброды запузырились. Но так и должно быть. Пока тикает печка, я включу свою кофеварку. Так, пусть готовится кофе. Ой, какой запах хлебушка идет от печки. Горячая. Чуть-чуть сдвинем. Хорошо, что ноги такие вот они, то ли прорезиненные, то ли какой-то пластик. Печка не ерзает по столу, очень удобно. Так, пока приготовим кофе. Так, бутерброды наши приготовились. Масло в масленочку я убрала. Сейчас и кофе наш будет готов. Вот так поджарились наши бутербродики. Вот. Сейчас вытащим. Вот я люблю, чтобы они были именно вот такие. Ой. Ой. Ребят, что-то я не так, наверное, делаю. Ой, нет, не так. Так, сейчас подождите. Сейчас я вас поставлю. Днем прихваточку. Что-то где-то застряло. Ага. Вот. Может, я где-то что-то неровно поставила. Так, поставим на плиту. Кофе наш готов. Вот смотрите, как выглядят те бутербродики, которые мне очень-очень нравятся. Вот так расплавляется, покрывается корочкой сыр. И поджаривается хлебушек. Я очень люблю, когда кусаешь, и они хрустящие. Сейчас нальем кофе и будем пробовать. Так, кофе наш готов. Отключаем кофеварку. И отключаем печку. И отключаем кофеварку. Чтобы ничего не забыть. Наливаем кофе. Ну, вот как раз норма здесь на чашечку кофе. Берем тарелочку и закладываем наши бутербродики. Ну, пока постояли, они уже остыли. Я люблю, знаете, такие, чтобы они вот были хрустящие, а внутри, чтобы они были мягенькие. Вот, знаете, как типа греночки такие. Так-с. Пошли пробовать. Такие они у нас получились или не такие. Я думаю, такие. Они должны хрустеть. Забытый вкус любимых бутербродов. Быстро, просто и вкусно. Ну, не зря говорят. Все элементарное, все простое. Очень вкусно. Ой, вот этот поджаристый вкус. За это можно все отдать. Так что Аллочка сейчас едет на дачу. Мы с Женькой остаемся дома. Ну, ладно. Ей там дел сейчас хватит. Сейчас она приедет, будет топить. У ребенка 7 пятниц на неделе. Вчера она мне говорила, что она не поедет. Вчера разбудила меня в час 30 ночи. Мама, мама, я решила, что я не поеду. Я подскользнусь. У меня летняя резина. Сегодня проснулась. Солнце весь лед растаял. Поеду сегодня, потому что завтра будут дожди. А мы за это время уже прогреем дом. И будем жить в тепле. 7 пятниц на неделе. У нас это семейная. Это нормально. Так что вот так, мои хорошие. Сейчас дождемся Аллочку. А потом пойдем к маме. Ребят, вы знаете, постеснялась поначалу вас спросить. Но вот хочу спросить сейчас. Вот промыла я от бутерброда в противень. Вот смотрите. Я не знаю, видно вам или нет. Видите, он неровный. Противень. Он неровный. Он как будто бы выпуклый вот в этой части. Вот. И по краям вот так вот вниз сходит на нет. Вот я не представляю. А если вот вот квадратный пирог. Как тогда? Я понимаю, что, видимо, это сделано для того, чтобы там жир стекал или еще что-то, когда курицу, например, делаешь. Да? Или мясо какое-то. А печь-то как? Вот. Может быть, даже и здесь видно. Вот. Не знаю, видно, не видно вам. Вот. 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 Видите? Вот. Вот. С нижней стороны оно впуклое. А с этой стороны противень выпуклый. А вот как пироги-то? Вот пироги, там булочки. Я всегда думала, что на ровном противне надо печь. Ну, удобнее на ровном. Что-то я вот в этом как-то не очень понимаю. Помыть помыла, а вот сейчас что-то озадачилась. Сначала подумала, что-то я стесняюсь вас спросить, а потом думаю, что я стесняюсь спросить? Господи, все свои. Что стесняюсь? Может быть, вы кто-то знаете? Может, это уже сейчас новые такие противни? Или это специально для курицы? А пироги печь, наверное, вот, ну, пирог, там, например, пицца, да, вот небольшая. Она же выпукло-вогнутая получится. Вот как быть? Может быть, для них надо форму какую-то приобрести? У меня, в принципе, есть форма, они как раз сюда поместятся. Вот на такой вопрос можете мне ответить? Ну, вывод такой. Бутерброды получились, печка готовит, порадовала она меня, у меня прям дух захватывает, ребят, так приятно. А то, что я ее не могла вытащить, я ее, наверное, к нему поставила. Может, я не той стороной поставила? Нет, она что-то туговато вот так вот выходит. Сейчас посмотрим, еще раз попробуем. Не, ничего, ничего. Ну, это такая мелочь, господи. Это такая мелочь по сравнению с тем, что печка у меня теперь есть. Солнышко, рубашечка, спасибо тебе большое. Опробовали печку. Конечно, это не тот бутерброд, в смысле, не тот рецепт, который нужно было опробовать на этой печке. Но, ребят, хоть что-то, хоть что-то, крошек никаких на нижний противень не нападало, которые для мусора. Но приятно же, приятно же, сил нет. Ой, ручки, главное, хорошие. Вот, рука не скользит. Вот, взялся за ручку, маешь вещь, как говорится. А то делают вот такие симпапулечки, и за них не взяться. А тут прям вот, ух, ручка так ручка. Нет, хорошая, хорошая. И ручка на стекле тоже хорошая, не надо ничем там пальцем подковыривать. Вот, сейчас еще раз. Вот, я говорю, ручка взялся, так взялся. Крути во всяк разные места, удобно. И вот эта ручка тоже удобная. Взялся, так взялся. Она не нагревается. Открыл, поставил, положил. Целая курица влезет. Ну, просто отлично. Просто отлично. Как говорится, нарадоваться не могу. Спасибо большое. Вот, а про противень, пожалуйста, расскажите мне, потому что, ну, я первый раз вижу такие противни, выпукловогнутые. Что за противень? Понятия не имею. Ну, мы попробуем на ней другие рецепты, как я уже говорила. Вот мне хочется сделать и то, и то, и то, и курицу, и ноги, куриные, и мясо. Все попробуем. Пока только вот опробовали на моих любимых бутербродиках. Так что, вот так вот. Схомячила я эти бутербродики, кофе попила. Вкусно. Вкусно. Печка справилась. Вот так. Отлично. Тетя Люба очень-очень довольна. Довольна. Да жути. Да, Настя. Вчера зашла в Мяснов, хотела взять пельмени, там очень вкусные пельмени, кстати, и увидела там соус Ткимали, кто спрашивал, у кого в городах есть магазин Мяснов? Что это было? Звонок в дверь? Простите. Нет, это был не звонок в дверь, я даже не знаю, что это. Вот опять Женька, видите, если был бы звонок в дверь, она бы залаяла. Ну ладно, потом найдется, что за звук. Я зашла в магазин и купила манго. Но оно такое, знаете, деревянное, сейчас покажу. Вот. Деревянное, не мягкое. Мне продавщица сказала, что оно дозреет, дозреет, если его не класть в холодильник. Очень мне хочется побаловать маму с тетей Валей. Вот, чтобы они хоть раз попробовали, ни разу не пробовали. Вот, посоветуйте, пожалуйста, правду сказала продавец или неправду, дозреет, не дозреет. Хочется мягко и хочется, чтобы тетя Валя с мамой попробовали. 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 Вот, пока я оставлю лежать вот здесь у себя на столе. Пусть дозревает. В пакет убирать, не в пакет, закрывать, не закрывать. Она сказала, что в холодильнике, ну, оно вроде как протухнет. А вот так, если, то оно быстрее дозреет. Поэтому не знаю. Но побаловать их хочется. Я-то в своей жизни пробовала манго, а им вот не пришлось ни разу. Пусть попробуют, потому что штука вкусная. Как я люблю эти слова. ароматные, душистые. Ни разу не пробовали. Пусть попробуют. Напишите мне, пожалуйста, созреет оно, не созреет, или все-таки вообще глупая покупка не надо было брать. Тоже вот это вот интересно. А то, может, я зря деньги выбросила. Ну, не так много выбросила, конечно, но все равно жалко. Просто так вот, как будто в мусорку раз и бросил.